По мере того, как я готовился к записи этого ролика и знакомился с этой гитарой, мое представление о ней совершенно поменялось. Когда я впервые увидел ее, я подумал, офигенно, суперстратная, ей должно быть клево рубить металл. И это действительно так, но тут оказалось нечто большее. И это нечто большее лишь еще раз убедило меня в той мысли, что не бывает гитар с предопределенной судьбой. Любая гитара универсальна, главное, чтобы это был инструмент, сделанный качественно, из качественного дерева, который был собран по всем правилам столярного искусства. И это как раз тот случай. В общем-то, несмотря на то, что это довольно недорогая гитара, когда мы ее в первый раз увидели, и особенно мастера отметили то, что это просто феноменально. Мастера оценили, и если оценили они, то следом за ними оцениваю я. Потому что оказалось, что это не только вот эта палка для тяжелого металла, это, в общем-то, совершенно богатый, с собственным тембром, немножко таким специфичным. Он как будто бы чуть-чуть с такой провальной серединкой. И что интересно, что я для себя еще очень сразу отметил, это то, как она звучит на чистом канале на бриджевом звукоснимателе. Потому что, посмотрите, на бриджевом звукоснимателе мы получаем практически очень прям такой явный намек на сингл. То есть это то, как ребята из Фернандеса, собственно, говорим мы сегодня о гитаре Фернандес Револвер XX, называется эта моделька. Они таким образом решили проблему вот этой вот универсальности инструмента, при этом не добавляя никакие лишние отсечки, не добавляя никаких личных кнопочек и органов управления. Просто за счет правильно подобранных спецификаций звукоснимателей можно... Можно даже из вот этого бриджевого хамбайкера вытащить вполне себе воздушный звук. Но разумеется, когда вы видите черную гитару с двумя рогами, с черными датчиками, с черными крутилками, с черным бриджем и даже с покрашенным в черный цвет головой грифа, от такой гитары ожидаешь скорее нечто такого. И она дает именно то, что для этого нужно. Или, знаете, я сейчас недавно вспоминал одно из игр детства. Дум. На волне того, что сейчас происходит, на волне нового вышедшего Дум Этернл. Помните, там было... Вот такая музыка сразу нарисовывается у меня в голове, когда я смотрю на эту гитару. И вот я что-то сам не успел понять, как немножко нарушил традицию. Многие из вас, наверное, знают то, что я обычно люблю поболтать, рассказать про бренд и лишь потом начать играть. Поэтому возвращаемся сюда, к тому, что написано на голове грифа, к Фернандесу. Совершенно замечательная японская компания, которая, по сути, на сегодняшний момент является крупнейшим японским производителем электрогитар. Которая была создана еще в далеком 69-м году как подразделение компании Saito Musical Instruments. И одновременно с Фернандесом были созданы Бёрни, как два соседствующих подразделения. Фернандес занимался стратоподобными гитарами, фендероподобными. Бёрни занимался гибсоноподобными гитарами. И, в общем, эта компания настолько классно себя зарекомендовала в этом поприще, что в 70-е годы фендер, когда он прибыл в Японию и начал выпускать свою японскую линейку инструментов, отдал предпочтение именно заводу Фернандеса, где изготавливались японские стратокастеры. Чуть позже, в конце 70-х, в начале 80-х, Фернандес совершили еще одну революцию. Они изобрели новый тип датчика под названием Sustainer. И вот тут новое слово Sustain, которое очень часто всплывает на всяких музыкальных форумах. Что это вообще такое? Sustain — это то, как долго звучат ноты и то, как она эволюционирует в процессе этого звучания. То есть, смотрите, вот я один раз извлек нотку ми. Видите, она плавно по громкости спускается потихоньку-потихоньку к нулю. Так и должно быть. Она должна аккуратно, плавно и медленно спускаться в небытие. И некоторым музыкантам этого не хватало. Кто-то хочет больше Sustainer, чтобы он звучал еще дольше, чтобы он звучал бесконечно. То есть, например, скрипачи, у них нота будет звучать так долго, как долго они будут вести смычком. Хоть бесконечно. Та же самая идея лежит в основе Sustainer. Только Sustainer колебляет струны за счет специального устройства, создающего переменное магнитное поле, в котором струна колеблется и может колебаться бесконечно. Так что можно играть только одной левой рукой. Сейчас этим пользуются очень многие музыканты. И это было как раз изобретение Фернандеса. Потом они открыли отделение в Америке. Начали завоевывать американский рынок, потому что качество было просто безумное. Все знают знаменитую японскую дотошность, их бонсай, их сады. То, как они ведут дела и то, как они готовят суши. Представьте, все это примененное гитарам получается просто фантастика. В итоге на их гитарах сейчас играет Роберт Фрипп, а на их гитарах играет гитарист группа Night Ranger и один из первых гитаристов Фузи Осборна. Я забыл, как его зовут. Подставим текстом. Потом на них играет Биллиджо Армстронг из Green Day. Знаменитый его такой голубенький стратокастер от Фернандес, который ему подарила мама, и на котором он до сих пор зачастую дает концерты. То есть это прям такая добрая сказка. В общем, инструменты знамениты во всем мире, но возвращаемся в день сегодняшний. Сегодня компании Фернандес уже не нужно никому ничего доказывать, потому что все знают, что Фернандес это синоним крутости, супер качественной сборки и супер внимания к деталям. Это то, что мы здесь в гитарном клубе очень-очень ценим. И прям такая компания, к которой мы проникаемся в уважение, когда видим такое отношение к делу. И вот эта гитара называется Revolver XX06. И это одна из самых таких удачных гитар для крепкого старта, для человека, который хочет попробовать все, но его все-таки тянет, тянет лепетка куда-то в сторону более плотного, более тяжелого звучания. Это гитара, у которой есть вот эта классная столярная душа. Есть звучание дерева, есть отзыв, несмотря на то, что это, в общем-то, недорогой инструмент. Чувствуете, есть такая классическая моджа на кранчевом канале, она прям дает такой классический, правильный, сочный овердрайв. Такой стюб-скримерский. И, конечно же, после того, как все эти гитары были доведены нашими мастерами, получается абсолютно играбельная, потрясающая гитара, которая в будущем может превратиться в очень хорошую площадку для апгрейда. Потому что благодаря хорошему дереву, благодаря хорошей сборке, можно ее звучание в будущем модифицировать под себя, поставить сюда какой-нибудь крутой американский датчик. И, в общем-то, я более чем уверен, что после таких преобразований с этой гитарой уже не захочется расставаться даже на студии, потому что действительно для этого все совершенно задатки. Поэтому не стесняйтесь, переходите по ссылке в описании, вы поедете на наш сайт, где эту гитару можно купить, причем не только в этом свете, есть целый выбор цветов. Оплатить это все благодаря сегодняшней технологии можно миллионам разных способов, совершенно любым удобным вам, начиная от Яндекс.Денег, и карты, и рассрочки. Это все делается, это все делается очень просто, буквально там за пять минут, где бы вы ни находитесь, в какой бы части стране вы ни были. Так что на эту тему не переживайте, если что, мы все равно на телефоне, всегда готовы ответить и проконсультировать по всем вопросам. Поэтому не стесняйтесь, переходите по ссылке в описании, выбирайте нужный вам цвет. Два-три дня, и гитара, отстроенная нашими мастерами с пожизненной гарантией, будет у вас дома. А я, пожалуй, пока еще немного вспоминаю детство. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok